Как бы банально это не звучало, но готовить сани, правда, лучше летом. В следующем сюжете речь пойдет об обеспечении населения Пинска и Пинского района твердым топливом. И этот вопрос лучше не откладывать на осень, предупреждает Гортобсбыт. Без дров холода никто не останется, однако почему важно позаботиться о них заранее, узнаете из следующего сюжета. Если бы граждане с января начинали думать о запасании дровами, подавали заявки, тогда ритмично и без задержек работал бы и Гортоб, избежав проблем с обеспечением дровами населения. Об этом нам рассказывает экономист по сбыту филиала Пинский Гортобсбыт Виктор Хмарук. Каждый год, начиная с августа, спрос на продукцию филиала вырастает приблизительно в 2-3 раза. Самыми горячими месяцами традиционно станут сентябрь, октябрь, ноябрь. Заготовка топлива идет по плану. На сегодняшний день с торфобрикетами и дровами у нас проблем нет вообще. На складе находится порядка 400 тонн брикета и 643 куба дров. Такая вот цифра у нас всегда от 500 до 1000 кубов дров мы стараемся держать. На этот год заключены договоры с Пинским, Телеханским и Лунинецким лесхозами общим объемом на поставку 12 тысяч кубов дров. Дефицита твердого топлива у нас нет. Поставки из лесхозов и Ляховичского торфобрикетного завода и торфопредприятия «Березовская» осуществляются ритмично и планомерно. На этот год мы увеличили объем на 2000, то есть до 14 тысяч тонн торфобрикетов. Большой популярностью у населения стала пользоваться услуга по разделке дров, которую оказывает предприятие. Если взять, допустим, 2016 год, на 1 июля, то мы в среднем продавали, ну, разделывали дрова этими же станками, вот у нас сейчас три станка, в среднем 300 кубов в месяц. С 2017 года мы начали наращивать объем этой услуги и довели ее в последние годы в среднем до 600, то есть в два раза, 100 процентов, до 600 кубов в месяц. С начала года обслужено уже 2624 домовладения. Наметилась тенденция, что народ как бы больше пользуется спросом по сравнению, вот если взять лет 7-10 назад, то переходят на дрова. Так вот из 957 домовладений городских уже 464 человека взяли именно дровами свою норму топлива. А с чем это связано? Ну, наверное, в первую очередь от дров меньше зольности немножко, чем от брикета. Но если смотреть калорийность, то калорийность террофабрикета в зависимости от марки в 2,5-3 раза больше, чем у дров. Многие граждане учитывают загруженность гортопа ближе к сезону и осенний ажиотаж и заготавливают дрова заранее. Однако с наступлением холодов число заявок неумолимо будет увеличиваться. Цены у нас, наверное, самые стабильные в республике, в нашем филиале. Так, если посмотреть на 1 июля 2016 года, это 7 лет спустя, 5 кубов 4,9, если быть точным, стоило 140 рублей 35 копеек. На сегодняшний день эти же 4,9 поколоть, вот эти дрова и колка с услугой, стоят 159 рублей 52 копейки. Торфабрикет 3 тонны 1 июля 2016 года стоил 140 рублей с копейками. На сегодняшний день эти же, то есть 92 рубля стоил он, 3 тонны торфабрикета по фиксированной цене, сегодня они стоят 101 рубль. То есть за 7 лет 92 рубля и 101 рубль – это порядка 10% роста. Эта небольшая организация полностью обеспечивает население и организации города и района топливом, дровами и топливными брикетами. Самому потребителю важно не тянуть до последнего и побеспокоиться о своем топливе заранее. Ведь если доставленный в Пинск железнодорожным или автомобильным транспортом брикет предстоит только довезти потребителям, то с дровами забот больше. Распиловка, колка, погрузка, доставка – а эти работы требуют дополнительных трудозатрат, времени и транспорта.